Всем привет! Сегодня мы будем делать кнопку выключения на данный мультиметр. Да, тут есть и заводской вариант выключения мультиметра. Это надо каждый раз переключать переключатель в положение OFF, что не совсем удобно, если пользуетесь одной и той же функцией постоянно. Закупился на Aliexpress вот такой кнопочкой, расположу ее где-нибудь в этом районе, если позволит местным. Кнопочка кстати приходит и разобранная почему-то или мне пришла разобранная. Начинаем разбирать мультиметр. Момент истины не открывается. Другое дело. Вот так у нас выглядит плата мультиметра. Интересное решение по передаче питания от аккумуляторного отсека. Просто прижимается пружинками, пластинком и все. Сверлить под кнопку примерно будем где-то тут, если не помешаются дорожки. Кнопка у нас довольно таки длинная, поэтому сверлить придется в любом случае. Поэтому откручиваем плату от корпуса. Главное ничего не потерять. Мой любимый xiaomi наборчик. Красота. Контактные дорожки в смазке это хорошо. Тут какая-то большая блямба от припоя. Надо ее будет в дальнейшем убрать. Сразу отпаяем подсветку дисплея, иначе она сама оторвется, пока мы плату туда-сюда юзы. Кнопка у нас диаметром 7,9 мм. Просвечиваю фонариком и видно, что места хватает впритык, но его хватает. Теперь также на просвет отмечаю маркером дорожки, чтобы их было видно в дальнейшем, чтобы их не повредить при сверлении. Канцелярским ножом примерно отмечаю отверстие и аккуратненько начинаю сверлить, чтобы не задеть дорожки. Так как сверло у меня только 5,5 мм, дальше будем дорабатывать дремелем. Примеряю отверстие 7,3 мм, но дальше рассверливать не буду, так как нижняя часть кнопки, где нет резьбы, уже. Я думаю мне этого хватит. Далее убираю заводской брак в виде большой капли нераспавленного припоя, припаиваю на место подсветку дисплея. Припаял подсветку, прикрутил плату к корпусу, за кадром. Но что-то внутри гремит. Упс, шарики. Это шарики-трещотки-переключатели. Ну что ж, бывает. Будем собирать заново. Дальше все просто. Сверлю, санкрирую, отверстие на плате. Подгоняю дремелью. Измеряем отверстие 8,3 мм, чуть больше, но это не критично. Срезаю канцелярским ножом заусенцы. Примеряю, как будет стоять кнопка. Вроде идеально. Меня устраивает. Дальше за кадром пришлось опять разобрать мультиметр третий раз. Так как нужно было привернуть кнопку и почистить контактные дорожки от стружки. Отрезаю по размеру провода. Да, кстати, кнопка будет работать просто в разрыв питания. Ничего лишнего придумывать не буду. Зачищаем, будем, припаиваем. Зачищаем, будем, припаиваем. Зачищаем, будем, припаиваем. Зачищаем, будем, припаиваем. Попару фильтром. Прада дергать турьмин Ganит pirажин Циблира Вон TRA cooled подчасти Сейчас Все припаял, контакты заклеил каптоновым скотчем, чтобы не прикасались при сборке, продолжаем собирать. Небольшая проверка, выключаем, включаем, все работает, собираем дальше. Ну вот мультиметр собран, кстати у этого мультиметра на чехле очень удобный держатель для щупов. Советую его к приобретению. Ссылочки на него и на весь инструмент, которым пользовался, оставлю в описании. А теперь, если вы пользуетесь только одной прозвонкой, например, вам не нужно будет переключать переключатель в положении OFF, чтобы выключить мультиметр, а всего лишь выключить кнопку питания. Всем пока, до новых видосиков. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова